Зато в гору, наверное, удобно лазить, сколько я знаю. Мы продолжаем наш репортаж с House Construction, и рядом со мной легендарный человек Пётр. Расскажи нашим зрителям, почему ты легендарный, хотя, думаю, по полу House Construction так всё понятно. Ну, что я легендарный, я узнал минут пять назад, когда меня попросили взять интервью. Ну, в целом я догадываюсь, в чём причина. Дело в том, что мы в 95-м году организовали первый в России, тогда он не назывался компьютерный фестиваль, он назывался «Enlight Demopathy», но суть была та же самая. То есть люди писали заранее на компьютерах какие-то конкурсные работы, демо, интро, приезжали к нам, мы их показывали, народ голосовал, выбирали лучшего и так далее, и так далее. Тогда всё это было за Казанским собором, там буквально в квартире, можно сказать, переоборудованной под офис. Масштаб был очень маленький, но народу очень понравился. И там в 96-м следующем году, потом в 97-м мы это всё повторяли. Но это всё требует как бы средств, да, а на такие неформальные мероприятия средств достаточно сложно. И в 97-м году мы это делать прекратили до лучших времён. А потом в 99-м наш, так сказать, брошенное знамя подобрал Сева Потапа по френдам. И в 99-м он провёл первый House Constructions. Соответственно, года три, по-моему, проводился House Constructions, а мы на это смотрели. Мы организаторы Enlighter. И в 2004-м году мы решили объединить наши усилия. И в 2004-м и далее следующие годы House Constructions – это наш общий компьютерный фестиваль. Приятно видеть, что House Constructions живёт и процветает. И надеюсь, это всё-таки не последний House Constructions, который проводится. Я тоже на это надеюсь, да. Но был перерыв, вот мы его изобновили. Как видите, народу нравится. Великолепно, великолепно. И, конечно же, вопрос традиционный уже для нашего репортажа. Какая первая компьютерная игра? Первая компьютерная игра? Самую первую я не назову, но самую первую, запомнившись, это, наверное, Арканойт на Камадоре 64, скорее всего. Камадор 64 – легендарная, на самом деле, если можно так сказать, консоль. В своё время из Финляндии мне привезли Камадор 64, это был конец 90-х. Но так как у меня не было к чему подключать, может, помнишь, это старый рекорд телевизора вот с таким переключателем дурацким. Ну, в общем, я его разобрал. О чём я сейчас очень сильно жалею, на самом деле. Ну, тебе ещё пришлось декодер по лсикам, наверное, секунг-пауле? Нет, 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 ничего не было. Я не мог вообще ничего с ним сделать. Просто у меня был полный набор, куча кассет, куча джойстиков разных, но, к сожалению, всё немного пошло не по тому пути. А может быть, есть какая-то прям любимая игра из ретро-сегмента? У меня, на самом деле, несколько, штуки три любимых игр было в те времена, когда я часто играл. Потом я перестал играть. Это, наверное, опять же, на том же Комодоре. Это было Ghost'n Goblins. Это было Caldron 2. Это был Arkanoid. Это был Driller. Затем, когда появился Spectrum. Ну, Spectrum, на самом деле, меня тогда не очень впечатлил после Комодора. Но я помню, мы очень долго играли у Elite. И затем, когда уже появился PC, мне до сих пор нравится Monkey Island. Которые первые, вот, первые два или три, которые без 3D. Ага. На самом деле, все игры, которые ты перечислил, это реальная легенда, игра строя своего времени. Но и Monkey Island до сих пор, кстати говоря, я бы сказал, актуален. Ну, да, да. Я иногда, на самом деле, думаю, вот, у меня куплена старая PC-шка недавно. Я вот все думаю настроить, поставить, поиграть, но все что-то как-то забываю. Ну, потому что взрослые люди, дела. Да нет, на самом деле, не в этом дело. Честно говоря, просто ты прошлого не вернешь, да. То есть, ту атмосферу, которая тогда была, да, даже купив тот же компьютер. Как сказал один знакомый, у которого я покупал какую-то деталь для этого компьютера. Если у тебя в детстве велосипеда не было, то сейчас, если ты его купишь, у тебя все равно в детстве не было велосипеда. Ну, кстати, что-то в этом есть. Что-то в этом есть, потому что та же самая игра, например, на эмуляторе никогда не заменит тот экспириенс, который человек получал в далеком детстве. То есть, те воспоминания, конечно, не вернуть. Не вернусь, да. Скажи, пожалуйста, как ты видишь дальше развитие той же самой демо-сцены? Потому что я ездил на небезызвестный Бухаус, и там люди привозят демки довольно-таки гениальные в какой-то степени. Те же самые написаны на осциллографе и вот тому подобное. Я знаю, что этим занимается довольно-таки мало людей и в России, и в мире. Ну, их десятки, грубо говоря. Как вообще демо-сцена живет и будет ли она процветать дальше? Ну, я бы сказал, что их не так мало. То есть, их десятки людей, наверное, в России. Да, да, да. Вот. А в целом по миру-то их, наверное, тысячи. Ну, да, да. Скорее, тысячи. Это я немного утрировал. Да, но в целом, да, ты прав. То есть, людей действительно мало. И, ну, как любой андеграунд, настоящий андеграунд, он не может быть там много людей. Потому что он тогда перестанет быть андеграундом, правильно? Да, да. Вот. Поэтому, в принципе, это нормально. То есть, бороться за то, чтобы было огромное количество участников этого всего не нужно. Это станет попсой просто-напросто. Да, да. Вот. То есть, делать какие-то отступления для того, чтобы больше людей вписать в это все. Ну, зачем? Важное дело, что интересно. Но тут как бы момент какой? Про развитие ты спросил, да? Развитие. Люди пытаются. Вот, например, появилась такая вещь, как написание демок под виртуальной платформой, наверное, ты знаешь, да? Да, да. Я как раз-таки буквально недели две назад об этом услышал, наверное. То, что пишут под виртуальной платформой. Что меня, на самом деле, даже немного удивило. Да, то есть демки на JavaScript, демки под какие-то, ну, грубо говоря, эмуляторы, да? Назовем это так, эмуляторы фантастических компьютеров, которых никогда не было. Да, да. Вот. Как в Dune прямо. Да. В принципе, ну, есть определенная популярность. То есть, довольно много работ под такие платформы делают. Но, вот, например, мне это категорически не нравится. Вот просто совсем. То есть, я могу сказать, что я вот просматриваю регулярно демки на ПВО эти, вот, которые свежие выходят, там, и так далее. Вот. И, ну, вот прошла какая-то пати. Я просто смотрел списки, что за релизили, да? И вот то, что написано там на JavaScript для Pika 8, да, по-моему, называется Tika 80, да, вот эти все вещи. Да, да, да. Да, я просто пропускаю. То есть, даже неважно, первое место, допустим, она там заняла, там, кучу лайков, да, я, как бы, ее вообще не смотрю. Ибо не true. Даже не то, что не true, неинтересно. Потому что, ну, человек, вот, который пишет под такую платформу, он, в принципе, с тем же успехом мог написать просто подписи, на которые все это запускается, да? Ну, да, как-то теряется сам смысл. Вот, как играть на эмуляторе, так и это. Зачем? Зачем? Получается, что, какой в этом смысл? Он может на PC сделать нормальную работу, но он берет искусственно сам себе на этом компьютере это ограничение. Да. То есть, ограничение не то, что компьютер имеет ограничение, а он сам придумывает себе ограничение. Грубо говоря, если человек пишет на оригинальном железе, скажем так, там есть и ограничения, которые были изначально, а тут устанавливает виртуальную машину и сам их себе создает. Это как изобретать велосипед, в принципе. То есть, там просто на оригинальной машине эти ограничения, они не просто кто-то их придумал, да? Они были обусловлены чем-то. Там за этим стоит история, какие-то инженеры, которые такие решения принимали, а не другие по определенным причинам. Вот. И это все как бы проходит и чувствуется. То есть, когда ты пишешь под такую платформу, у тебя совершенно другое ощущение. Вот. То есть, вот такое развитие мне как бы, но оно есть, да, в эту сторону? Мне оно лично не нравится. Теряется романтика, можно и так сказать. Теряется? Дух теряется. Да, да. Дух теряется, да. В остальном, ну вот это такое, наверное, основное развитие. А, да, еще момент, который довольно очевиден сейчас. Раньше были демо, интро, да? То есть, интро маленькие демо и так далее. Вот. Сейчас, вот если смотреть по релизам, такое ощущение, что демо, как некая большая программа, она умирает вообще. То есть, там практически снято ограничение на размер, вот. Народ потерял интерес к этому всему. И вот то, что раньше было на слуху, там, Second Reality, например, там, я не знаю, да, там, известная демо. Вот. Сейчас таких не появляется, но то же самое появляется в категории 64K-интро. То есть, как бы 64K-интро – это снова новая номинация демо. Это тоже так себе развитие, да? На самом деле. Ну, это даже, вот, это не то, что развитие, это тенденция такая. Тенденция, да. Вот то, что происходит. Тренд. Тренд, то, что происходит, да. Ну, тренды обычно устаревают. Вот. Ну, не знаю, что будет дальше, но суть в том, что народу явно неинтересно, когда ограничения снимают. Просто явно неинтересно, да? То есть, поэтому народ, который вот раньше писал демо-хороший, у нас сместился в 64K. Такое у меня ощущение. Интересно. Можно сказать, мы сейчас послушали историю, новую, можно сказать, историю демо-сцены. В нашей стране. Спасибо большое за интервью. Это было очень познавательно. Думаю, что ребята, которые первый раз слышат об этом, они начали даже не понимать, что такое демо-сцены, будут гуглить. Вот. Или яндексить. Да, погулите и пишите демки. Да. Спасибо большое. Процветание, успехов. Хаус Констракшн будет жить. Спасибо. 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 Продолжение следует...